МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На что узнаем в самом начале выпуска. Промышленное производство в Дагестане замедлило рост. Отрицательные изменения в экономике региона обсудили в правительстве республики. Подробности через несколько минут. Путевка на УМРА была разыграна среди медработников. Кто стал счастливым обладателем ценного приза, узнали мои коллеги. Домой с двумя медалями в Махачкало и Стамбуле вернулись призеры юношеского первенства мира по греко-римской борьбе. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузовика на трассе в Кизлярском районе. По данным МВД республики, легковой автомобиль на скорости заехал под КАМАЗ. В результате автоаварии водитель легковушки и двое его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Как отмечают эксперты, шансы выжить в такой ситуации практически равны нулем. Обстоятельства происшедшего и личности участников автоаварии выясняются. Рекордный рост в Дагестане. Спрос на розничные кредиты вырос почти в два раза. За первое полугодие 2023 года жители республики взяли взаймы у банков средства в размере более 60 миллиардов рублей. Это вдвое больше предыдущего года. Наибольший вклад в этот рост внесла ипотека, составляя более 30% от предоставленных розничных кредитов. Более 6 тысяч подобных сделок заключено на территории Дагестана. В Махачкале начались работы по замене ламп освещения. На данный момент уже завершен монтаж конструкции на центральных улицах столицы. Комплекс мероприятий специалисты продолжают проводить на пересечении улиц Яракского и Батырая до Абубакарова. В скором времени специалисты приступят ко второму этапу – инженерным работам на других объектах. В течение двух-трех дней мы хотим завершить работу полностью. На сегодняшний день мы хотим заменить около 20 светильников. В Дагестане упал индекс промышленного производства. С начала года показатель снизился почти на 8%. Изменения в экономике региона обсудили накануне в правительстве республики. В каких отраслях отмечена отрицательная динамика и с чем это связано, узнавала Камила Мехтиханова. Производство напитков, распределение электроэнергии и добыча полезных ископаемых – эти три направления, по которым, согласно отчету, наблюдается сильное отставание. Что повлияло на снижение показателей, предстоит выяснить по итогам анализа. Больше всего они, которые могут и влияют на наш индекс промышленного производства, подгруженные продукции – это три вида деятельности. И, конечно, хотелось бы сейчас понять, где мы сейчас по шести месяцам находимся. Не знаю, как у нас в докладе вы анализ сделаете, а потом уже мы с каждым руководителем уже проанализируем месяц с Минэкономразвития, которые по своему направлению должны четко понимать, через девять месяцев что у нас будет и к концу года, на что мы переходим. Снижение водности рек – это послужило главным фактором, по мнению экспертов, отрицательно повлиявшим на выработку электроэнергии в республике. Однако увеличение осадков с начала июня месяца положительно отразилось на показателе. Дело в том, что в июне месяце увеличение прошло, то есть в итоге по окончанию трех кварталов они выходят. За шесть месяцев выработка практически такая же, как в прошлом году – 4,4 миллиарда. Не знаю, я это все проходил уже месяц назад, но это надо анализировать. Я знаю, что СИЗО у нас всегда, она к концу года может больше будет. Сливочный, как нам даст, вот как она выработает. Именно про производство электроэнергии у нас, могу сказать, что в следующем году у нас проекты на территории Ногайского района, то существенно увеличит производство. Отрицательная динамика, замеченная в машиностроительном комплексе. Падение зафиксировано по части производства и прочих транспортных средств и готовых металлических изделий. Предприятиями, которых представляет отчетность, являются концерн Кенз и завод Дагдизель. На сегодняшний день у концерна Кенз и завод Дагдизель, они находятся в процессе исполнения своих договоров по ГОЗу. К концу года мы выровняем эту ситуацию, и производство будет у нас на сегодняшний день в этом направлении, покажет хорошую динамику по росту. Незначительно, но все же повлияли на промышленные производства и санкции, введенные Западом. Сказались ограничения в основном на стекольных предприятиях. Основная проблема связана с санкционным давлением, санкционным ограничением, и то, что Салавас-Секло потеряла такие рынки, как Латвия, Литва, Польша, Украина. На сегодняшний день это обусловлено сокращением объема отгрузки, подорожанием и снижением покупательской способности у населения. По итогам совещания Резван Газимагомедов поручил ответственным лицам принять необходимые меры, проанализировать статистику и найти пути решения для повышения динамики индекса промышленного производства. Камила Мехтиханова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. И к другим темам. Медсестра из Избирбаша выиграла путевку на святые земли Мекки и Медины. По инициативе Муртията Республики для всех медработников города был организован образовательный конкурс по книге «Основа религии». Мероприятие проходило в два этапа – отборочный и финальный. Участие приняли около 500 человек. Торжественное награждение победителей и призеров состоялось в здании Центральной городской больницы. Хочу поблагодарить организаторов прекрасного конкурса по всевышней премии, тот вклад, который они внесли. А также хочу поздравить участников, которые заняли места. Также хочу пожелать всем крепкого здоровья и всего наилучшего. Спасибо большое. Вы все молодцы. Вы знаете, все, кто участвовали, все, кто открыли эту книгу, кто прочитали, все молодцы, все победители. Потому что целью было, чтобы это стало каким-то началом изучения религии. Узнать Всевышнего Аллаха еще больше, узнать о нашей религии, что запрещено, а что дозволено. Потому что, я думаю, врач, он должен быть не просто квалифицированным, он непременно должен быть богобоязненным. Это в любом деле, в любой профессии. И к новостям спорта. Домой с двумя медалями в Махачкалу и Стамбула вернулись призеры юношеского первенства мира по греко-римской борьбе. Сайпулага Джимагомедов стал вторым призером в соревновании в весе до 92 кг, а Абдурахман Абдулкадыров завоевал бронзовую медаль в категории до 71. В аэропорту борцов встречали их родные, друзья и одноклубники из столичной спортшколы по греко-римской борьбе. Ребята достойно отборолись. Могу сказать, что они хорошо отборолись. Ну, немного не хватило это, ввиду каких-то обстоятельств, и судей, и... Ну, много бывает факторов. Иншаллах, я думаю, мы еще с Олимпийской игр вернемся, и мы здесь встретимся. Всем спасибо большое. Мы смотрели их схватки, переживали. Ну, лично я знаю, что они были лидером в этом весе, в своих весах. Ну, в борьбе бывает, да. Чуть немного не хватило. Ну, следующее, это не повод расслабиться. И эти ребята переходят на другой возраст. Также дальше надо будет упорно тренироваться, трудиться. В этом году оба борца также преуспели на первенстве Европы среди юношей в Албании. Гаджи Магомедов также показал второй результат, а Абдул Кадыров становился лучшим. Мужская сборная Дагестана по пляжному регби выступит на чемпионате страны. Российские соревнования пройдут в эти выходные в Москве. Соперниками дагестанской команды станут 12 команд, разбитых на три группы. Дагестанские регбисты сыграют в группе А с командами Самарской области, Великого Новгорода и Воронежа. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Хороших вам новостей, отличных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова